В раскачестве рассказали, как выбирать шашлык. В раскачестве рассказали, как выбирать шашлык. 8.21 РИА-НОВОСТИ, Евгения Одинаков. Приготовление шашлыка. РИА-НОВОСТИ, Евгений Одинаков. Приготовление шашлыка. Архивное фото. Москва, 12 июля РИА-НОВОСТИ. Раскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обращает внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продукта, а также риск маринадов на основе майонеза, говорится в сообщении организации. Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. Также важно обратить внимание на дату изготовления. Особенно если вы не планируете готовить шашлык сразу, а, например, сначала повезете его на место приготовления. Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или загород, на пикник, не стоит выбирать шашлык в белых соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается. Консистенция может скиснуть на жаре, предупреждают эксперты. 10 июля, 16.23. Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане. Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленное мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное или замаринованное мясо при температуре не выше 6 градусов. Это связано с тем, что мясо прекрасная среда для роста микроорганизмов, говорится в сообщении. Важно обращать внимание на размер и массу кусочков шашлыка, которые должны быть максимально однородные, а структура мяса плотной. Что касается свежести, то гнилостный запах невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами, поэтому вкус испорченного продукта будет ощущаться даже в готовом виде. Готовить шашлык на углях надо без языков пламени, а самым безопасным способом приготовления мяса эксперты называют запекание в фольге, которое надежно защищает продукт от канцерогенных веществ, образующихся при горении.